добрый день дорогие друзья с вами снова юрий пузыревский и в этом видео мы разберемся что такое фокусы языка из нейролингвистического программирования итак поехали сначала немного нудятины немного истории как они появились есть такой известный персонаж в области нейролингвистического программирования исследователь роберт дилц он привнес в нейролингвистическое программирование много открытий и много полезностей в том числе и фокусы языка и пирамиду нейрологических уровней и очень много у него полезных работ в плане моделирования и так далее и тому подобное то есть дилц на самом деле очень крутой чувак как появились фокусы языка фокусы языка появились неспроста все дело в том что дилц исследовал каким образом люди формулируют свои мысли и исследовал это он тоже не просто так был такой у него случай в жизни когда его мама заболела онкологией он пытался ей помочь с помощью переубеждения в его книге фокусы языка есть такой хороший пример где врач который обследовал его маму встроил его матери ограничивающие убеждения что ей стоит уже готовиться к худшему ну то есть к смерти и оказалось так что во время работы роберта дилца с его матерью соответственно ему удалось переубеждать свою маму в том что это убеждение неверно и получилась интересная история что тот врач который будучи абсолютно здоровым посоветовал ей готовиться к лучшему прожил на 7 лет меньше чем прожила его мама вот такая вот интересная история он исследовал как наши убеждения влияют на нашу жизнь на нашу успешность на наш заработок и в том числе на наше здоровье таким образом он выявил что у всех людей есть 14 аж целых 14 способов формулирования своих мыслей почему такое название фокусы языка многие думают что здесь есть какая-то магия и что если заучить каких-то 14 шаблонов то можно научиться управлять или управляться с другими людьми достаточно легко но когда люди начинают изучать фокусы языка они сталкиваются с определенными проблемами потому что это с одной стороны не так уж и просто и в этом видео будем разбираться что значит каждый фокус языка и как его использовать если говорить про само название фокусы языка под словом фокус роберт дилц имеет в виду результат фокусировки мышления то есть условно говоря есть 14 разных вариантов каким образом мы формируем свои убеждения и слово фокус это как раз таки фокусировка на одном из способов ни больше ни меньше то есть здесь магии никакой по большому счету нету хотя не без этого иногда когда человек искусно использует фокусы языка это действительно похоже на магию таким образом мы можем прийти к определенному выводу что фокусы языка во первых это определенный способ мышления во вторых это способ формирования убеждения и в третьих это способ изменения убеждений в каких случаях обычно используются фокусы языка я насчитал 4 случая 4 способа как можно пользоваться этой методологией и первый способ это изменение убеждений то есть такой терапевтический способ когда мы меняем некое ограничивающие убеждения на позитивное то есть мы расширяем рамки другому человеку я называю этот способ позитивным что это значит ну допустим к вам приходит какой-то человек или просто кто-то вам говорит или возможно вы даже сами себе говорите я не могу выучить английский вы ему в ответ говорите окей ты точно так же говорил что ты не можешь научиться плаванию а сегодня ты уже чемпион нашего города по плаванию то есть таким образом мы как бы расширяем рамку мышления другого человека это позитивный способ следующий способ это работа с возражениями опять же это используется уже в продажах если допустим вам кто-то говорит ваши услуги стоят достаточно дорого вы говорите окей да наши услуги действительно стоят достаточно дорого но качественные услуги не могут стоить дешево как говорится скупой платит дважды то есть таким образом вы обрабатываете возражения с помощью фокусов языка следующий способ применения фокусов языка это создание негативного убеждения у вашего собеседника для чего ну вы уже выберете сами и этот способ я называю разрушающими фокусами языка давайте разберемся с примером ну допустим к вам кто-нибудь подходит и говорит какой-нибудь ваш очень позитивный знакомый говорит вам сегодня классный день не правда ли вы ему в ответ можете сказать следующую вещь прекрасный день правда в мире каждый день больше ста человек умирает от голода и ты считаешь что этот день прекрасный я даже сомневаюсь что имея такое убеждение ты можешь поистине называться моим другом то есть вы человеку встраиваете сразу многоуровневые убеждения чтобы он усомнился вообще в том что он хороший человек надо вам это или не надо решать уже конечно вам но такое тоже возможно мое видео про возможности и следующий способ применения фокусов языка это так называемое усиление негативного состояния для чего каждый тоже выбирает сам но если вы хотите кому-то условно говоря нагадить то вы можете воспользоваться этим контекстом применения фокусов языка например вам подходит ваш знакомый говорит что-то у меня сегодня голова побаливает а вы для того чтобы усилить это состояние говорите ему да слушайте стоит обратить на это внимание у моего знакомая именно так мигрень начиналась это очень серьезно и таким образом вы его вместо того чтобы поддержать вы ему как бы усиливаете вот это состояние или еще один способ ваша знакомая подходит к вам и говорит у меня такое ощущение что мой муж мне что-то недоговаривает а вы делаете такой вздох и говорите ты знаешь мой развод именно и начинался с таких ощущений а потом все обернулась полным крахом то есть вы человеку усиливаете его сомнения тем самым продлеваете его не ресурсное состояние так или иначе это в мире существует и вы этим тоже можете пользоваться давайте сейчас разберемся со всеми фокусами языка на примере пример я взял для этого видео очень интересный ограничивающее убеждение которое звучит следующим образом у меня не получается зарабатывать деньги кстати проверьте себя может быть у вас тоже есть похожие убеждения и приводя пример каждому фокусу языка применяйте это к себе возможно это продвинет вас в вашем финансовом благосостоянии давайте разбираться по порядку кстати друзья по каждому фокусу языка я буду снимать отдельное полноценное видео буду приводить примеры с разными контекстами а вы можете пока смотрите это видео написать в комментариях примеры из каких контекстов деньги здоровье отношения вы хотите чтобы я приводил в последующих видео на тему фокусов языка перед тем как мы перейдем непосредственно к самим примером я хочу сделать небольшую оговорку дело в том что фокусы языка это не какой-то там вот прям волшебный инструмент который вам дает какие-то неограниченные возможности фокусы языка дает просто понимание представьте что у вас есть связка ключей и у вас есть замок замок это ваш собеседник а связка ключей это способ открыть этот замок поэтому 14 фокусов языка это 14 ключей и вы их пробуйте применять постоянно в процессе общения для того чтобы подобрать нужный ключик и не всегда с первого раза получается подобрать то что действительно необходимо для того чтобы человека в чем-то переубедить разубедить или наоборот убедить имейте ввиду этот фактор и чем больше вы будете упражняться фокусах языка тем больше будет получаться попыток результативных с первого раза и давайте переходить уже непосредственно к самим фокусом языка и первый фокус языка это намерение ну так называется намерение что это значит это значит что для того чтобы человека разубедить в чем-то либо переубедить нам стоит подумать когда он нам выдает какое-то ограничивающее убеждение нам стоит подумать какое позитивное намерение стоит за этим убеждением но давайте разбираться опять же на том примере пример у нас будет на протяжении всего этого видео один у меня не получается зарабатывать деньги мы можем предположить что таким образом человек хочет вызвать к себе допустим жалость и тогда мы можем подумать как мы можем ему на это ответить мы можем сказать следующим образом слушай ты действительно хочешь чтобы я в это поверил или мы можем сформулировать свой ответ таким образом слушай может быть ты просто хочешь чтобы я с тобой поговорил или ты хочешь чтобы я тебя обнял или ты хочешь чтобы я тебя поддержал то есть мы проясняем некое намерение которое нам хочет донести наш собеседник или мы можем предположить что за этим убеждением стоит некий страх тогда мы можем человека спросить от чего ты пытаешься себя защитить от бедности или от богатства и таким образом ну как бы переубедить его в неэффективности его суждения дальше мы можем предположить что когда человек говорит у меня не получается зарабатывать больше денег что за этим стоит базовое ощущение безопасности тогда в ответ на это высказывание мы можем сказать да конечно мой дорогой друг мы все заботимся о своем финансовом благополучии особенно в долгосрочной перспективе и это тоже как бы раскроет намерение этого убеждения и ваша беседа совершенно примет другой смысл если же за убеждением у меня не получается зарабатывать больше денег стоит действительно цель зарабатывать больше вы можете сказать человеку вот такую фразу если ты хочешь больше зарабатывать тебе не обязательно убеждать самого себя что ты на что-то не способен следующий фокус языка 2 он называется переопределение чтобы воспользоваться эффективно этим способом для того чтобы переубедить вашего собеседника вам стоит задуматься вот о чем как вы можете изменить формулировку убеждения чтобы она имела более такой позитивный под текст вы можете начать свою фразу со слов другими словами ты хочешь сказать или вы можете начать свою ответную фразу со слов давай попробуем переформулировать то что ты сейчас сказал и в примере с нашим ограничивающим убеждением у меня не получается зарабатывать деньги мы можем сказать человеку следующее иными словами ты сейчас хочешь сказать что ты пока еще не нашел тот способ с помощью которого ты будешь зарабатывать больше денег или еще один вариант переопределения вы можете просто присоединиться к нему и сказать да действительно сейчас не так легко найти свою золотую жилу третий пример переопределения к убеждению у меня не получается зарабатывать больше денег вы можете сказать своему собеседнику следующие слова конечно сегодня не так легко обеспечить себе достойный заработок и таким образом переопределяя переформулируя это убеждение с более позитивным подтекстом вы тем самым как бы раз убеждаете вашего собеседника в том что он вам предъявляет третий фокус языка называется последствия в чем здесь смысл здесь смысл в том что наша задача перенаправить внимание нашего собеседника на другие последствия то есть последствия могут быть как позитивные так и негативные и наша задача используя этот фокус языка предложить ему либо какой-то позитивный сценарий либо какой-то негативный сценарий и начать вы можете с таких слов как ты думаешь к чему это приведет в будущем или можете просто начать и это приведет и продолжить мысль давайте разбираться опять же на нашем примере у меня не получается зарабатывать деньги вы можете сказать ему следующую фразу то что ты это осознаешь это уже половина твоего успеха многие люди вообще об этом не задумываются и чем раньше ты это осознал тем больше у тебя в будущем будет способов для того чтобы разрешить эту задачу то есть мы как бы говорим о позитивных последствиях этого убеждения то есть если это убеждение есть у меня не получается зарабатывать деньги то то что человек осознает это это в будущем будет для него как бы позитивно можно попробовать предположить негативные последствия вы можете сказать слушай а может и не стоит пытаться зарабатывать больше денег пусть все идет как идет ведь в конце концов кто-то же должен быть бедным и это таким образом тоже поможет ему усомниться в его изначальном убеждении следующий четвертый фокус языка называется разделение в чем тут собственно говоря фокус здесь чтобы эффективно воспользоваться этим способом раскрутки убеждения вам стоит сфокусировать внимание вашего собеседника на мельчайших деталях его высказывания то есть мы как будто нарезаем очень тонкими кусочками все его убеждения перейдем к нашему уже приевшемуся примеру у меня не получается зарабатывать деньги вы можете задать человеку вопрос а сколько раз конкретно у тебя уже не получалось зарабатывать деньги это уже тоже поможет немного расшатать это укоренившиеся убеждение в голове у вашего собеседника либо как вы можете еще разделить это убеждение вы можете сказать человеку слушай а если обратить внимание на все твои попытки зарабатывания денег какие-то из них были более успешные какие-то из них были менее успешные а что конкретно у тебя не получается сейчас и таким образом человек тоже начинает задумываться либо еще один способ разделения этого же убеждения вы можете человеку сказать когда он вам говорит мне не получается зарабатывать деньги вы можете сказать слушай а может быть тебе не нужно пробовать зарабатывать деньги на одной работе может быть тебе нужно найти несколько источников заработка и зарабатывать по чуть-чуть но каждый день то есть вы здесь таким образом тоже начинаете дробить 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 убеждения для того чтобы он мог задумываться о каких-то более мелких но более позитивных вещах следующий пятый фокус языка называется объединение если прошлый фокус это было разделение где мы дробили то в пятом способе наша задача чем можно больше обобщить и показать человеку что его убеждение является лишь частью чего-то большего например вы можете у него и прямо спросить а частью чего большего является то что ты говоришь или давайте опять же на нашем классическом убеждении у меня не получается зарабатывать деньги вы можете ему сказать слушай твои слова как раз таки говорят о том что ты заботишься о перспективе своего развития то есть вы как бы еще больше обобщаете но придаете некую такую позитивную формулировку все же дальше используя фокус объединения вы можете возразить на убеждение у меня не получается зарабатывать деньги следующей фразой большинство людей вообще не заботится о своем будущем и живут одним днем то есть что вы тут обобщаете вы здесь говорите что большинство людей и таким образом вы подчеркиваете что он не такой раз он об этом думает это очень здорово как еще можно объединить это убеждение меня не получается зарабатывать деньги вы можете сказать мне кажется здесь речь идет о чем-то большим чем о деньгах вообще за любым материальным благом есть что-то большее что делает людей более свободными что это для тебя и таким образом то есть вы как бы показываете что его высказывание является лишь неким небольшим элементом какой-то большей системы и это звучит уже более позитивно и человек уже перестает думать в данном ключе то есть вы с помощью этого фокуса языка переключаете его внимание на что-то более глобальное следующий шестой фокус языка называется аналогия в чем здесь фокус для того чтобы эффективно применить этот фокус языка нам стоит поискать какие-то похожие примеры где человек найдет какую-то более позитивную интерпретацию для себя то есть что это может быть вы можете задать ему вопрос а на что это вообще похоже вот на что это твое состояние она вообще на что похоже дальше вы можете сами ему что-то предложить и сказать это похоже на то как давайте опять же разбираться с нашим ограничивающим убеждением у меня не получается зарабатывать деньги какую аналогию здесь мы можем взять наверно классика жанра вы можете сказать человеку ну представь как ребенок учится ходить если он будет говорить что я никогда не научусь ходить то он все равно научится ходить потому что он будет просто предпринимать определенные попытки мне кажется у тебя практически похожая ситуация дальше какую еще можно здесь придумать аналогию ну допустим можно провести аналогию со спортсменами которые бегают кросс и сказать знаешь у спортсменов которые занимаются кроссом которые бегают марафонские дистанции есть такое понятие как второе дыхание и это рассказывают спортсмены что они уже бегут из последних сил и кажется что ноги уже не слушаются и дыхание не хватает в какой-то момент времени происходит щелчок и появляются новые ресурсы появляются новые силы и человек успешно добегает ту дистанцию которую он себе запланировал возможно у тебя вот-вот уже скоро откроется второе дыхание то есть вот мы проводим некую аналогию чтобы человек сравнил свое утверждение и вынял из этой аналогии какой-то позитивный смысл для себя и разубедился в своем убеждении следующий седьмой фокус языка это изменение размеров фрейма или изменения рамки обычно здесь мы используем либо какие-то количественные рамки то есть мы можем увеличивать или уменьшать количество людей замешанных в этом убеждении я щас на примере буду рассказывать что это значит либо мы можем изменять рамку времени задавая в первую очередь к себе вопрос а что раньше было а что может быть потом и так далее и тому подобное то есть мы можем человеку предложить а давай рассмотрим вот то что ты говоришь в некой большей перспективе либо в меньшей перспективе перейдем к нашему примеру у меня не получается зарабатывать деньги что мы можем здесь возразить мы можем человеку сказать представь пожалуйста сколько людей на свете зарабатывают меньше тебя то есть мы здесь рамку расширяем то есть мы присоединяемся к огромному количеству людей которые в принципе зарабатывают меньше денег и это тоже способствует такому раскачиванию ограничивающего убеждения можно задать человеку вот такой вопрос сначала ты убедишь себя что ты не способен зарабатывать деньги а в чем ты начнешь убеждать себя дальше да то есть мы делаем проброс во времени для того чтобы человек начал шире думать о том что он сейчас конкретно говорит либо мы можем вернуться во времени немного назад то можем сказать человеку представь что ты вернулся на год или на два назад и как бы ты отреагировал если бы тебе кто-то говорил что ты не способен зарабатывать деньги то есть это тоже может сработать это тоже может расшевелить ограничивающие убеждения либо еще классика жанра вы можете сказать знаешь ты не одинок в этом суждении многие люди тоже так считают тоже считают что у них не получается зарабатывать деньги но они при этом все равно продолжают зарабатывать деньги то есть здесь мы расширяем рамку опять же в количестве людей говорим что многие люди то есть мы говорим что он здесь как бы не одинок следующий восьмой фокус языка называется другой результат здесь наша задача переключить внимание собеседника на некий другой результат причем не просто переключить на другой результат а переключить его на какую-то задачу либо проблему большей значимости вы можете задать саму себе вопрос а что для этого человека может быть важнее чем деньги либо что для этого человека может быть важнее чем какие-то навыки и если человек говорит у меня не получается зарабатывать деньги с помощью фокуса языка другой результат вы ему можете сказать следующие вещи давай поговорим о том что ты не просто хочешь зарабатывать большие деньги но хочешь чтобы твоя работа приносила пользу миру к примеру либо можно еще немного сложнее закрутить и сказать следующую вещь значит пройдет немного времени и ты найдешь именно тот способ заработка который соответствует твоей натуре а зарабатывать свои деньги и при этом идти против совести это так себе удовольствие таким образом тоже вы немного расшатываете вот эту негативную установку которую вам предъявляет ваш собеседник следующий 9 фокус языка называется модель мира в чем здесь фокус здесь наша задача заключается в том чтобы перевести внимание собеседника и заставить его посмотреть на свое убеждение как бы глазами другого человека то есть чтобы сказал другой человек на это утверждение либо на это убеждение давайте перейдем к нашему примеру у меня не получается зарабатывать деньги вы можете сказать следующее ты знаешь большинство успешных людей вспоминают период когда у них практически не было денег и говорят что именно этот период был для них отправной точкой когда они осознали свой путь к богатству либо вы можете присоединиться к некому сообществу других людей ну например тех людей которые лежат в больнице и сказать следующую фразу ты знаешь те люди которые лежат и готовятся какой-то сложной операции наверное вообще не скажут что это имеет какое-то серьезное значение либо еще способ применения модели мира вы можете сказать слушай я слышал от одного успешного предпринимателя вот какую мысль по этому поводу и он говорит следующую вещь если у меня что-то не получается то скорее всего либо я не приложил должное количество усилий для этого либо потратил недостаточное количество времени чтобы этому научиться и таким образом ваш собеседник начинает осознавать то есть вы как бы помогаете человеку посмотреть на его убеждения со второй позиции следующий десятый фокус языка называется стратегия реальности здесь очень интересно здесь мы помогаем человеку посмотреть на его убеждения и понять и осознать как он к этому убеждению пришел иными словами если вам человек говорит у меня не получается зарабатывать деньги вы можете задать ему вопрос а как ты это вообще понял или вы можете спросить его а что тебе дало понять что это действительно правда о тебе следующий вариант применения фокуса языка стратегии реальности относительно убеждения меня не получается зарабатывать деньги вы можете человеку задать вот какой еще вопрос как ты вообще понял что твой уровень дохода зависит от каких-то твоих способностей следующий 11 фокус языка называется противоположный пример в чем здесь фокус здесь наша задача постараться найти исключение из правил которая поставит его убеждение под сомнение либо наоборот это убеждение обогатит сейчас разберемся на примере у меня не получается зарабатывать деньги что вы можете предъявить на это убеждение используя фокус языка противоположный пример вы можете сказать следующую фразу ты наверняка можешь припомнить своей жизни периоды когда у тебя не было большого заработка но ты не считал что ты на что-то не способен и таким образом человек начинает как бы разубеждаться в своем утверждении я надеюсь что вы тоже просматривая это видео уже начинаете разубеждаться в том что вы не способны зарабатывать деньги и у вас обязательно все получится либо дальше как можно использовать противоположный пример в этом случае в контексте этого конкретного убеждения если человек вам говорит у меня не получается зарабатывать деньги вы можете сказать следующую фразу ты знаешь в мире очень много разных людей которые точно так же как и ты считают что они не умеют зарабатывать деньги это актеры певцы возможно это даже доктора хирурги но это не мешает им получать достойные гонорары то есть здесь мы получается как бы присоединяемся к этому суждению но говорим что есть определенные исключения которые будут эффективно работать в его случае следующий 12 фокус языка называется иерархия критериев что это значит чтобы разубедить человека с помощью этого фокуса языка нам нужно постараться найти что-то еще более значимое чем то что человек вам предъявляет в каком-то убеждении вы можете прямо напрямую спросить а что для тебя действительно важно как например у меня не получается зарабатывать больше денег а что для тебя действительно важно иметь полные карманы денег или быть уважаемым человеком и человек начинает уже в своем убеждении немножко сомневаться или можете сказать следующую фразу неважно сколько сейчас ты зарабатываешь гораздо важнее то к чему ты хочешь прийти ведь на самом деле хорошие отношения с людьми определяются не уровнем твоего заработка а твоими личностными качествами то есть мы здесь находим более высоко ценимые критерии которые есть у человека которые стоят выше чем деньги последнем случае когда мы человеку предлагаем задуматься о личностных качествах либо об отношениях это хорошо сработает если для него отношения стоят несколько выше или личностные качества стоят выше чем деньги и заработок следующий 13 фокус языка называется применение к себе чтобы использовать этот фокус нам нужно постараться сделать так чтобы человек сам оценил свое убеждение по отношению к себе как мы можем это сделать опять наш уже закоренелый пример для этого видео у меня не получается зарабатывать деньги если ты говоришь что у тебя сейчас не получается зарабатывать деньги означает ли это то что ты сейчас не зарабатываешь ни рубля я правильно тебя понимаю ну вот таким каким-то образом можно сформулировать и человек начинает уже думать над своим убеждением он начинает уже его оценивать либо вы можете начать говорить об этом убеждении с фразы давай оценим это убеждение по твоим же словам а дальше продолжить если у тебя сейчас не получается зарабатывать деньги означает ли это то что ты в принципе не способен к заработку здесь человек начинает сомневаться уже в своем же высказывание следующий 14 и последний фокус языка называется метафрейм чтобы эффективно воспользоваться этим фокусом языка нам нужно создать убеждение над убеждением поэтому так и называется метафрейм но когда мы создаем метафрейм когда мы создаем убеждение над убеждением нам еще очень важно человеку показать что в принципе то убеждение которое он говорит она возможно справедливо но в каком-то другом контексте а сейчас контекст совершенно неподходящий давайте попробуем опять же с нашим примером который звучит следующим образом я уже устал сегодня повторять у меня не получается зарабатывать деньги здесь вы можете сказать следующую фразу ты знаешь дорогой мой друг если бы мы жили в эпоху крепостного права где в принципе никто не имел права на заработок возможно твое убеждение было бы справедливым но сейчас немножко другие времена и те кто хотят зарабатывать деньги они действительно зарабатывают поэтому не нужно здесь убеждать себя в обратном это убеждение она оттуда из тех времен из крепостного права то есть что мы здесь делаем мы здесь создаем убеждения по поводу убеждения создаем убеждение человеку что то что он говорит она как бы уже устарела и либо неприменимо к контексту либо второй способ можно еще применить метафрейм следующим образом человек говорит у меня не получается зарабатывать деньги и мы здесь можем ему создать новую рамку новое убеждение и сказать следующую фразу слушай друг ты наверное удивишься но мне кажется по моему личному мнению что то что ты сейчас говоришь очень хорошее оправдание для того чтобы бездействовать таким образом мы как бы человеку создаем убеждение что его убеждение ну в принципе она как бы безграмотная да она оправдывает какие-то его действия либо бездействия и таким образом человек начинает в этом раз убеждаться я честно вам скажу что я устал уже сегодня повторять эту фразу у меня не получается зарабатывать деньги но я надеюсь что на этом примере на примере этого убеждения вы хорошенечко перетряхнули свое отношение к заработку и немного познакомились с фокусом языка в дальнейших видео я буду делать отдельное видео такое 10 15 может быть даже 20 минут на по каждому отдельному фокусу языка начиная с намерения заканчивая метафреймом но мне нужна ваша помощь а помощь заключается вот в чем я попрошу вас в комментариях к этому видео написать несколько разных контекстов и примеров ограничивающих убеждений чтобы я брал каждое ограничивающие убеждения и в новом видео которое будет полностью посвящено какому-то определенному фокусу языка чтобы я мог привести чем можно больше различных примеров чтобы ваша карта реальности расширялась чтобы вы понимали как это можно использовать в разных контекстах повторюсь сразу что фокусы языка они вообще не осваиваются за один день это хорошая такая подсказка и многие люди они интуитивно используют где-то 56 может быть семь фокусов языка то есть семь образов мышления все способов мышления у них присутствуют да это так среднестатистически а вот успешные ораторы успешные люди за которыми идут массы такие как разного рода президенты ораторы мотиваторы они практически используют все 14 фокусов языка когда они формулируют свои мысли для чего они это делают сознательно или бессознательно для того чтобы охватить чем больше возможное количество аудитории для того чтобы стать более понятным для других людей и для того чтобы убедить большее количество людей поэтому ваши примеры и ваши контексты будут очень кстати к моим дальнейшем видео надеюсь это видео было для вас полезным если это видео было для вас полезным и у вас что-то пошатнулось в плане ваших ограничивающих убеждений касающихся денег это будет очень здорово и надеюсь что сейчас у вас уже начинает проясняться картина что же такое фокусы языка и как ими можно пользоваться дальнейших видео как я уже и обещал буду снимать про каждый фокус языка отдельное видео полноценное чтобы вы могли не так голопом по европам а чтобы вы могли прям вдумчиво взять это и внедрить в свою жизнь и потренировать изменить свои убеждения постараться переубедить кого-то и стать в принципе более таким расширенным человеком которому море по колено и горы по плечу если это видео было вам полезно посмотрите другие видео на моем канале которые посвящены техникам нейролингвистического программирования с помощью которых вы можете улучшать свою жизнь улучшать жизнь своих близких и быть в принципе счастливым человеком а на этом у меня сегодня все до скорых встреч пока пока